Итак, пока у нас продолжается медвежий цикл, многие проекты уже скоманули, некоторые обанкротились, а третьи продолжают находиться, так сказать, в накоплении и обновлять постепенно своё предыдущее дно. Проект Stepan ни с того ни с сего в своё приложение интегрировал Apple Music. Прикиньте. Команда M2E проекта Stepan заключила партнёрство с музыкальным стриминговым сервисом Apple Music. Пользователи Stepan теперь могут прослушать музыку прямо в приложении. Для этого нужно авторизоваться в своём профиле Apple Music. Функция появилась на iOS и Android. А вот теперь возникает вопрос. Android и Apple Music, дорогие друзья, вы когда-нибудь пользовались на Android смартфонах Apple Music? Какой смысл, если есть SoundCloud и остальные бесплатные сервисы? Вообще, реально запустить Apple Music на Android? Я просто не в курсе. Ну ладно, идём дальше. Пользователям доступен плейлист от амбассадоров и модераторов Stepan с множеством хитов со всего мира. Команде также пообещали выпустить подборку сообщества проекта. Это партнёрство объединяет Web2 и Web3. Способствуя главному переходу и повышению доверия в децентрализованном мире, говорится в пресс-релизе. Небольшое напоминание. В мае разработчики Stepan добавили возможность прямой выплаты через Apple Pay. В июле стоящая за проектом компания FindSatosh Lab анонсировала раздачу 2 миллионов GMT в рамках продвижения новой игры Gas Hero. Ну на самом деле новость-то довольно интересная. И если они пытаются залезть в экосистему Apple, а точнее уже залезла, возможно и на экспорт она заменит. Ну либо будет второстепенный. Как-никак проект связан со спортом. И вполне возможно то, что Apple собирается взять под своё правое крыло проект Stepan. Ну и собственно их приложение. Но с другой стороны, Apple Music-то не бесплатный и надо постоянно оплачивать подписку. Получается, самой Apple выгодно, чтобы их сервисом пользовались на других площадках. Поэтому, возможно, это не в обе стороны выгодно, а лишь в одну. От Apple в Stepan, так сказать. А Stepan начали кричать, вот, ребят, у нас теперь есть Apple Music, переходите и покупайте наши токены. Ладно, посмотрим, что будет в будущем. Давайте лучше посмотрим на его техническую часть, а именно токена GMT, основной актив данного проекта. Итак, цена актива на момент записи ролика 14 центов. Многие скажут, что за последнее время у нас тут происходит накопление. Ну давайте посмотрим, какое здесь локальное накопление в размере 2-3 месяцев. Да, в принципе, никакой зона локального крупного накопления находится выше сегодняшней цены. А это значит, что эта зона крупного накопления, красная линия, играет роль сопротивления. Это не есть хорошо, так как отскок идет в обратную сторону в 80% случаев. Ну, конечно же, бывают ложные пробои. Но давайте рассмотрим всю историю, что у нас там есть. Так, расставим с помощью горизонтальных линий уровни, ближайшие. Меня интересует вот этот. И зона поддержки ровно 1 цент. Итак, цена GMT пробила последнюю зону поддержки, самую крупную, 18 центов. И в данный момент зашла в слабенький объемный блок. Здесь объемов очень мало. Но, в принципе, можно рассмотреть объемы и на другом индикаторе, а именно чистый объем. Давайте посмотрим. Вот индикатор чистый объем. И что мы здесь видим? Да, в принципе, объемов-то и вообще нету, посмотрите. С тех пор, как GMT продолжает падать, объемы, в принципе, вообще пустые. Заработали люди вот здесь вот. В самом начале. Здесь объемы были более-менее адекватные. Ну, так сказать, они там были гигантские на самом деле. Такой хайп, конечно, поднял проект Степпен. Но, к сожалению, пока что медвежка. Пока что он валится. Ну и по объемам, как вы сами видите, 12 тысяч процентов старта продаж. Это, конечно, дикие иксы. Я такие не ловил никогда. Те, кто заработали, они сейчас не находятся на YouTube-канале, я думаю. Но все же был один главный момент. Это передержание. Люди продолжали верить разработчикам. То, что это новая панацея, которой нужно пользоваться. Но, к сожалению, не произошло долгосрочного роста. Все, кто заработал, начали фиксировать свою прибыль. Я считаю это правильно. Самое главное забрать свое в этих инвестициях. Краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. Не важно. Главное забрать тело инвестиций. А дальше уже можете оставлять на долгосрочные инвестиции. Либо просто торговать в короткую, по желанию, как хотите. Самое главное, чтобы вы свое забрали. В общем, пока что я ни в коем случае не могу рекомендовать данный актив. Так как техника у него очень слабая. Объемов просто нету. Накопления, по сути, никакое сейчас. Новости, конечно же, хорошие. Но это отыграет именно в долгосрочной перспективе. Именно в бычьем цикле. На процентов 90 я уверен, что именно токен GMT покажет во время бычки биткоина свое превосходство над его конкурентами. Именно спортивными. Люди начнут худеть, бегать, покупать токены Солана и обменивать их на кроссовочки Степан. Для того, чтобы зарабатывать еще больше. Поэтому пока что я рекомендую дождаться коррекции. И первое ведро ставить на одном центе. Я думаю, что падение продолжится еще именно до этой зоны. А это минус 91%. Такие дела на сегодняшний день в криптовалютном сообществе. Если нужно больше новостей, подключайся в мой бесплатный телеграм-канал. Там есть актуальные новости, а также разбираем всякие альткоины. И есть открытый чат, благодаря которому мы сможем обсудить с тобой какие-нибудь новости. Ну а также технику собственно. Ну а с вами я вынужден прощаться. Завтра выйдет новый выпуск. Поэтому всем пока. Продолжение следует...